приветствую всех зрителей на своем канале добро пожаловать я хочу показать вам сегодня вот такие вот материалы вот такие вот интереснейшие гели которые мне пришли с алиэкспресс можно сказать пылу жару я их только получила сразу же отсортировала подписала посмотрела сюда заглянула внутрь что же там такое и так они мне понравились что я просто не смогла отложить их в дальний ящик и через три недели сделать вам обзор у меня сегодня есть свободное время и я вот прям бегу-бегу-бегу перед вами похвастаться но перед тем как я начну вам рассказывать не забудьте подписаться на мой канал поставить мне обязательно лайк за мою работу и прокомментировать если вас что-то здесь заинтересовало если есть у вас какие-то вопросы ну давайте понеслись у меня уже прям терпения нет очень классный материал и так немножко вводных таких данных это фирма савиленд она продается на алиэкспресс фирма не очень дешевая это видно по их упаковке по их оформлению я купила блестящие гели пять штук у них там больше это они пишут цветной гель но честно говоря я вот не успела еще проверить это твердый гель или же мягкий гель но по большому счету для меня это не столь важно потому что в аквариуме даже перекрывая аквариум твердым гелем я могу использовать мягкий гель поэтому я на этом не концентрируюсь и если вы скажем делайте хорошее такое укрепление из гелевой базы хороший такой не слишком эластичный то даже вот такие вот не толстым слоем вот такие если он твердый он тоже прекрасно ляжет и так у меня есть здесь пять цветов я назвала их я когда открыла я прям ахнула я назвала их вот гели наверное с каким-то русалочь им эффектом блестки которые там находятся они все вот в одном стиле и все с каким-то налетом русалочьего хвоста русалочьей чешуи в общем все вот этой волшебной морской тематики самый первый который у меня есть это номер три вот эти вот номера которые у меня здесь отмечены это номера которые производитель да вот здесь вот ставит это именно его номер это не мой персональный номер в общем вы меня сейчас придушите потому что я никак не могу открыть эту баночку в общем открываю так пожалуйста не надо умирать от восторга посмотрите какая красота во всех вот этих гелях присутствуют оранжевые блестки и вот это вот добавка оранжевая именно она дает вот это вот перелив четость похожую на чешую волшебной рыбки ну не будем говорить просто рыбы потому что здесь настолько красиво но какая же это простая рыба на базе они замешаны прозрачного геля и невероятные красотища они густые здесь есть несколько видов блесток по размеру и немножко по цвету вот этот третий он фиолетовый если можно сказать потому что цвет сам воспринимается как такой прозрачно фиолетовый так ну давай я тебя попробую нанести фиолетовый цвет вот он у меня 3 у меня есть вот такая вот кисточка которой я пользуюсь всегда для нанесения блесток беру видите вот такой вот объема на эта капля стоит у меня хорошо на кисточке видно что на прозрачной базе он наношу как я это обычно люблю капелькой около кутикулы и буду уже распределять к свободному краю вот это то что у них прозрачная база она дает легкость такую вот этому материалу в цвете да не тяжелый он не такой прям сильно прям блестки на блестках если бы это было цветная какая-то фиолетовая у него база а у него прозрачная и он вот такой вот прям пленки такой но тем не менее видно что он как-то такой фиолетоватый я надеюсь потому что вот так когда растягиваешь его тонкий слой но это всегда так происходит цвет становится бледнее ой красиво видите вот эти вот огромные лопухи классные блестящие ну скорее всего вот таким лайнером распределять удобно потому что я поначалу подумала что вот этим а ну-ка давайте-ка нет но это тоже хватает конечно но вот этим удобнее немножко лайнером потолще по массивнее он такой посильнее вот вот эти вот которые лопушки огромные блестящие я их как-то вот к центру так вот ему немножко нужно дать поплыть расстояться можно даже перевернуть чтобы этот расплыв не пошел вам на бока и тогда отправить в лампу я смотрю что под него еще цветную подложку можно дать но вот в таком варианте мне кажется более носибельно будет знаете как девочки любят поблить понежнее мне пожалуйста понежнее во френч вот так в прозрачный ой как бомба ляжет лампа номер 5 русалочка у меня прям как в магазине все русалки пронумерованы ой боже умопомрачительный прозрачно водяной такой бирюзовый гель видите вот эти надписи печатает моя машинка которой я делала тоже обзор на своем канале красиво презентабельно смотрится аккуратно все как надо набираю в баночке конечно цвет более темный тип синьки я люблю вот такой вот френч делать классный френчу перманентный такой постоянный френч а если это вообще новое наращивание и у вас есть возможность кончик сделать прозрачный вот с таким эффектом что между блестками есть воздух ой 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 как же это будет красиво вот здесь около кутикулы нужно конечно постараться сделать чтобы не было наплыва это я имею ввиду когда вы уже будете на ногтях клиентки вот этот немножко побольше цвет дает я ему дам отстояться чтобы он немножко распределился он распределяется так знаете медленно и когда она у меня просушится меня вот прям вот интересно мне вот прямо от любопытства вот прямо очень спокойно я проверю какой он твердый или мягкий гель но в любом случае даже если я имею ввиду это то что я сейчас ровняю если он будет ведь этот неровный какой-то после высыхания во первых у так можно тут поиграться то топом можно это все вырыть ну что номер пять давай тебя немножко помучим у меня есть такая вот тыкалка волшебная показатель твердости твоей мягкости стойте не совсем понятно мне но у него мне кажется что он достаточно мягковатый я получше подготовила типсу она у меня была залапана еще моими пальцами когда приклеивала в эти штучки я видимо залапала и саму типсинку зашлифовала сейчас и обезжирила чтобы уже наверняка и сейчас у нас выходит на арену вот это каждый раз открываю и у меня такой а такой выдох боже это тоже фиолетовый но не такой фиолетовый как 3 видите по синее наверное фиолетовый вот маленький третий вот фиолетовый видите уже оттенки фиолетового пошли так берем кисть набираем и тем же манером распределяем по нашей типсинке я не зря взяла типсы молочные непрозрачные потому что как обычно ну вот как я работаю у меня есть цвет у материала рабочего и поэтому я взяла непрозрачный он конечно цвет не всегда такой белый белесый но даже если это розовая подложка будет эффект не менее интересный вот то что вы сейчас на камере если видите вот такие вот желтые как пятна их в жизни нет это видимо я надеюсь их при обработке не будет при монтировке видео но вот я сейчас вижу на камеру . номер восемь как вы думаете какой здесь цвет я не помню потому что я вот их только получила посмотрела все но сейчас уже номера не помню какой цвет ну ка давайте вместе почему опять фиолетовый что-то купить сегодня три фиолетовых так она идите сюда вот эти вот вы мне что-то сюрпризы тут так синий ну ладно синий не будешь фиолетовым вот синий убираю нет вот эти ну есть разница есть но она есть ощутимо только в баночках на ногте может этот вот такой пас более свекольный наверно с какой-то потемнее оттенок на ногте особо не будет но надо это проверить еще в работе поэтому я сейчас нанесу 0 8 номер на типсу где нам вот она и тогда уже увижу в чем разница девятый игрок савиленд так интересно я надеюсь что это не фиолетовый как вы думаете что это такое я уже прям боюсь открывать они конечно красивые но сколько можно фиолетовых прекрасен розовый такой но не baby розовый а красивый розовый с добавлением перелива шик таких вот эти перелива шки мне нравятся то что это не просто розовый такой знаете baby розовый и и все он как такой грязновато розовый вот и это интереснее потому что у меня розовых много а вот таких интересных мало возьму крупничков он и пожиже я ощущаю его нам пожиже вот эти крупнички я буду класть на серединку чтобы было видно та же самая идея да или нет я сейчас посмотрю я имею ввиду размер блесток размер и форма также как у прозрачных фиолетовых цветов или нет мне кажется здесь они это есть вот такой неровно это как мусор такой вот из блесток он очень кстати эффектно смотрится когда его добавляют он смотрится по-новому раньше не делали такие миксы из блесток раньше были они более такие все или мелкие или шестигранники там добавляли а сейчас вот этот еще и неровный этот мусор кидают вообще классно здесь большие такие мне попадаются я смотрю довольно много я их как-то вот так вот на середину сгоню чтобы они тут ансамбль крестом как они у меня получились чтобы они тут у меня в ансамбле пели одинаково ну крест так не очень видно дам ему немножко прийти в себя и в лампу последний из представителей у меня лично боже мой запу дыхание сперла какой красивый цвет мама дорогая вот просто оригинальный классный цвет это цвета за которыми я охочусь я надеюсь ты меня не разочаруешь в растяжке более тонком слое прям зеленый с фиолетовым золотым каким-то бирюзовым вот здесь видите прям кто-то кто-то бирюзовый кто-то это кружочки какие-то о здесь есть кружочки интересный поворот событий прям десяточка так десяточка так ну давайте вот этих кружочков есть камефубуки такие я думаю многие их знают они кругленькие именно вот с таким переливом бубухнула я конечно тут не хило но и типса конечно тоже не маленькая так я да 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 здесь камефубуки есть его посложнее распределять потому что элементы покрупнее но мне вообще понравилось очень он очень необычного цвета и если вы не знаете куда деть ваши залезали сжавшиеся камефубуки то пожалуйста можете бабахнуть гель только вот лучше всего все-таки наверное такие гели миксовать непосредственно перед клиентами потому что ну во первых они и оседать домашние замесы с блестками будут у вас и если это блестки не прозрачные вот такие а как алюминиевые вот как вот эти вот видите розовенькие эти блестки со временем находясь в ба в топе там гель я не знаю где вы их замешали они могут поплыть они могут цвет начать отдавать базе база начнет гель вот этот вот быть цветным и они потеряют блеск поэтому лучше замешивать непосредственно над над клиентом работать но я предпочитаю вот все же купить вот такой готовый замес использование готового замеса сократит мне время при работе с клиентом вот на этих образцах которые сделала я не буду покрывать топом в технике выравнивания я покрою просто прозрачным топом а на клиенте конечно же вам надо все это выровнять ну что вот они мои красавцы и я им сейчас устрою выбор по жесткому по жестким правилам кого бы я не взяла если бы у меня вопрос такой стоял да вот я вижу перед собой вот именно вот эти цвета они на экране у меня есть 6 цветов и кого бы я не взяла и мне кажется что вот эти два цвета 3 и 6 довольно похожи между собой вот они вот можно сказать довольно близки вот этот более фиолетовый а вот этот более синий я бы наверное вот от этого 0 6 отказалась потому что он немножко желтит что у него желтит блестки у него есть блестки которые есть такие прозрачные блестки они дают желтый отблеск такой такой ну вот его пожалуй я бы убрала своим жестким характером тяжело это мне сделать ты возвращаешься я бы наверное все-таки убрала вот такой розовый он довольно простой но просто розовый если у вас вообще нет розового такого то возьмите его он не навязчивый он не слишком розовый у меня просто есть очень похожий и поэтому я его оставлю а вот эти вот четыре я бы точно себе бы взяла вот этот бирюзовый пятый видите он такой прям бирюзовенький с бирюзовым заметным таким цветом вот этот фиолетовенький дальше вот этот тоже фиолетовый 2 но он чуть-чуть потемнее этот как-то наверное посинее ну или мне так кажется в общем не отдам все хватит уже забирать мои гель-лаки эти я оставлю ну и мой фаворит конечно это вот этот вот очень необычный цвет и мне нравится что между ними кстати воздух такой не надо напихивать туда прям вот как вот и с эффектом фольги до разноцветные всякие блестяшки мне даже нравится что он какая-то история прочитывается можно там смотреть кто где лежит кто какой формы кто какого размера неплохой вариантик вот в общем вот такая вот блестящая у меня история сегодня произошла я вас тоже сюда добавлю скажите есть ли у кого-то такие же блестящие гель-лаки любит ли кто-то также их как и я потому что я вот увидел этот блеск такой нежный мне прям крышу оторвало и крышечку и я прям тут вот ворона ворона люблю люблю всем большое спасибо за просмотр и хочу вам сказать немножко за травочку такую дать у меня еще есть от этой фирмы классные и гели такие интересные разноцветные и с блестками но это уже подробнее следующем видео которые я сниму специально по этой деле а сейчас я с вами прощаюсь всем пока пока подписывайтесь лайки и комментарии пока пока